давненько давненько друзья не показывали мы вам домиков на продаже вот даже нас спрашивают где же а вот прямо сейчас и зайдем посмотрим вы видите флайер который тут коробочкой видит коробочка с флайерами и всякое такое но то что внутри мы посмотрим а вот внизу написано три бедрума два басрума 1762 скверфута где-то 100 там не до 60 квадратных метров 6 825 лот лот приличный почти 7 соток и хотят они за него миллион 600 вот от входа мы пошли вот такое милое очень помещение здесь нет яркого света так видите лампочки стоят сбоку вообще в америке верхний свет довольно редкая штука да тут можно сесть поболтать вот тут каминчик они произвели некую работу во-первых подсеклевали полы так они их не перекладывали но подсеклевали там где было деревянное здесь не всю деревянной кстати камин они просто покрасили стенки покрасили а кухню шкафчики старые а но не их покрасили вот такой коридорчик от входа ну пошли налево вот пошли налево тут у нас опять камин видите вот это уже это уже плиточка тут какой-то стейджин у них женщина которая агента на партнер в агентстве который этим занимается вот сейчас на них посмотрим со стороны диванчик они там со светой беседуют так вот видите они покрасили стеночки хорошо покрашены но это все старенькое вот это святая святых друзья тут люди живут вот у них тут шкафчик при входе такие стенки белые знаете что прямо я не представляю что у вас там в кадре появится не на что глазом глазом зацепиться взглядом зацепиться вот спаленка миленькая вот этот вот я очень люблю вот эти старые полы вот вы видите гвоздики там они деревянные вот они деревянные гвоздики их забивали вот это очень красиво они вообще многие годы эти полы покрывали карпитом и вот сейчас они начинают сдирать этот карпит снова циклевать и видеть как красиво все сейчас такая тенденция что карпитом как бы так пыль на себя собирает в общем нездоровое дело а находимся мы в саневеле так если вы не знаете на всякий случай я скажу мы в саневеле так пошли дальше в коридор так какая-то еще дверка ага это хитр хитр обогреватель а тут справа дверка это наверное дверка в гараж но тут будь здоров навалено в общем гараж и гараж вот такой серьезно давали на ведь они как все это воды опенхаус этом поубирали окей тут еще дверь это такой шкафчик для постельного били я бы так охарактеризовал теперь это плитка керамическое на полу миленько так вы видите шкафчик новый это тоже новое покрасили туалет новая ванна похоже что тут все новое ну такое она не не по дорогому стандартам сделана и отколол дикту дешевеньком так идем дальше а или покрасит в этот саду часа ручках но с другой стороны ведь как такой дизайн так мама родная туда печка фасы со стороны ага так и горячая вода пойлер это еще шкафчик такой с полочками можно сказать плоти но это что хотите вот дом не кажется маленький правда свет ну все-таки тут комнаты 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 здесь как бы ничего не стоит поэтому виде даже гулка я бы сказал вот я сейчас говорю и наверно вы слышите в микрофон и что здесь гулку данный размер хороший метр может быть 10-12 идем дальше господи они этими дверями сейчас разворачиваемся ага вот туда идем тут еще одна дверь вообще-то какое-то удивительное количество дверей так ну это понятно стиральная сушильная машина и вот там выход на улицу ответ нам света ручкой башет это мы можем вот здесь выйти во двор да да это обычное дело обычный тип типичный дизайн такой общепринятый вот мы попали в мастер бедрум то значит как тут говорят в русских юмористических всяких интермедиа интермедиа говорят попрятались там по своим мастер бедрум а вот тут они значит этим всем и занимаются то есть спят так это walk in closet веревочка сверху видимо для света точно точно вот такой вот шкафчик значит вот такой полку и немножко полочки немножко повесить так тут у нас тоже с плиточкой на полу примерно все из того же места значит ванная посмотрим да это такой пластик все эти стеночки пластиком такие плиты пластиковые ну и надо сказать что из бедрума мастер бедрум вид на такую небольшую верандочку я так чувствую что мы собственно весь дом уже обошли пошли на веранду вот мы на веранде такая веранда это джакузька друзья я не знаю свет может приподнять давай 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 опана вот она друзья джакузька горячая вода специально вот чтобы вода не остывала ее такой штукой накрывают спасибо спасибо так ну и что там дальше там у нас участок травку могли бы конечно и постричь раз уж так выпендриваться польскать замелен 600 правда могли божие травку постричь суши ты яблоки света это яблони друзья посмотрите на уставшую от жизни американскую яблоню как это корявая все не знаю может быть до 40-х там с 30-х я не знаю сколько лет этой яблони корявая такая я смотрел а мы спросим так там по моему цитрусовый давно то деревце небольшое похоже на лимончик что там висит и вот это справа от меня листья знакомые что-то она мне напоминает не могу даже сказать толком так там маленький тоже лимончик здоровенный я извиняюсь ну-ка света скажи как не знаю а это вот такое что листья все роняет здоровенные это не магнолия но я высказал я бы сказал что-то магнолия мы мы друзья настрадали с этой магнолией свое время ужас ее круглый год падают громадные тяжелые листья как не наше дерево не наше тут сбоку вы видите кондиционер старой модели до сейчас я развернусь вы видите еще кое-что а вот над головой у меня вы видите провода всякие вот там стоит столб такой чисто шпионский что наладил связь со всеми тут он связан чисто такой цирушное зрелище ой там ко всем провода провода за телефонные электрические да да страшное дело и этот надо сказать что этим столбом друзья местных не удивить это обычное дело когда у тебя на территории стоит такой стол они еще очень низко и сида противника вот это до висят они низко цвет что ты скажешь про этот дом но это стандартный типовой дом начало 60 годов 59-60 но они сделали хорошую работу не увеличивая площадь дома они немножко открыли пространство и поэтому немножко лучше смотрится но как бы я вижу тут потенциал небольшой в этом доме потому что но подстроить что у меня построить что ты можно четвертую спальню доделать в общем есть возможность потому что там сейчас кусок земли за дом не знаю вы обратили внимание или нет и туда не выходит не окна от мастер спальни ничего и как бы это пришло ли он просто поставь пропадают проб да вот его можно сделать немножко в общем короче говоря можно сделать в офис или что то можно нам риэлтор сказала что июль вообще такой же плохой месяц для продаж как и декабрь потому что те кто хотел уже с детьми школы там и так далее они уже все прикупили а сейчас как бы такой немножко затишье цены тоже не маленькие это уже не море да и в этот дом нечетку в особенно как я уже сказала в общем-то ремонт сделано всего три спальни это в общем-то не надо сказать что спальня вполне приличного размера не хорошая не мастер спальня там около 12 квадратный метр что уже неплохо это уже более-менее нормальный размер вот но мы видим что не очень много людей тут ходят ну есть какой-то родом тут еще вот нам риэлтор сказал интересную вещь вот я стою спиной гаражу дома и вот вы видите там улице идет она прямо так вот т-образные перекресток и дом стоит вот на этом месте в него улица упирается в некоторых культурах нам риэлтор объясняет люди этого не хотят они не хотят чтобы вот улица вот в них упиралась это считается неправильным как-то энергетически там я уж не знаю там чего но в общем поэтому они говорят что три недели они уже стоят уферов пока не было ну я думаю что продадутся может они цену где-то скинут еще что-то не вопрос все свет спасибо нашим зрителям да и мы при возможности еще снимем на то